Подарок для Путина Чешские активисты купили для ВСУ танк Т-72 Чешские активисты собрали 1,3 миллиона долларов в месяц на покупку модернизированного танка Т-72 «Эвенджер» для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РБК «Украина» со ссылкой на инициативу и посла Украины в Чехии Евгения Перебейноса. Активисты запустили инициативу по сбору средств для ВСУ под названием «Подарок для Путина». К ней присоединились 11 тысяч человек. За месяц им удалось собрать более 1,3 миллиона долларов, на которые чехи купили не только танк, но и боеприпасы к нему. Они также договорились о доставке танка в Украину. Отмечается, что перед сбором средств организаторы акции посовещались с украинскими военными, а по поводу покупки танка и его транспортировки консультировались с Министерством обороны Чехии. Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для ВСУ танк, модернизированный Т-72 «Эванджа». Ему дали имя «Томаш». 33 миллиона крон, свыше 1,3 миллиона дол. ПО. Инициативе «Подарок для Путина» собрали свыше 11 тысяч человек. Спасибо. Написал Перебий низ. Отметим, что Т-72 «Эвенджер» — это чешская комплексная модернизация советского танка Т-72. Он усовершенствован устройствами, улучшающими боевые возможности и эффективность использования танка, а также повышающими безопасность экипажа. Современные прицельные средства, в том числе и ночное видение, обеспечивают обнаружение объектов в темное время суток на дальности. До 4 километров. Танк имеет современную радиостанцию и внутреннюю связь, повышенной устойчивости к радиоэлектронным помехам. Он оснащен GPS-модулем для отображения навигационных данных и передачи своих координат. Напомним, в мае в Литве за три дня собрали средства для приобретения беспилотника «Байрактара» для Украины, после чего турецкая компания «Байкар Макина» объявила о бесплатной передаче дрона, а на собранные деньги были куплены боеприпасы. В июле граждане Польши. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Также собрали деньги на покупку еще одного боевого беспилотника для Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова